всем привет вы на канале урал спецтранс добрый день сегодня мы с вадимом расскажем вам о цепи про а цпт на шасси и века но вот кто такой вот внимательный наверное уже заметил в чем разница вы не заметили я заметила здесь чего-то не хватает так чего тут не хватает зададим вопрос подписчиков да ну смотри рукава рукава же а рукава ну да моих попрятали да но мы сейчас расскажем расскажем сегодня у нас солнышко такое мы будем щуриться но в это да мы специально нарядились до чтобы у нас чтобы цистерна красивая мы чтоб красивые были до чтобы у нас как бы это но общем картина чтобы такая цельная была сложилась до пазлы в общем так но начнем по порядку да то есть в продолжении тема обещали рассказать что у нас будут еще две машины под питьевую воду вот как раз они у нас и получились на шасси и века то же самое полноприводное шасси пойдут они одному заказчику славный город пивек чукотский автономный округ в связи с чем потребовала спец доработка машины в частности цистерна то есть вы мы видим да что у нас сделана система подогрева то есть вот традиционный глушитель стоит в выпуск отработавших газов вверх от него сделана такая загогулина который идет вниз приходит она в распределительную коробку и здесь есть специальный рычажок который позволяет легким нажатием руки вот сейчас он стоит на выпуск то есть отработавшие газы от двигателя идут сразу в атмосферу либо переключаем так заслонка открываться нужно управление отработавшие газу идут уже теперь через цистерну проходит через всю цистерну нагревая ее содержимое и в задней части в верхней части вон он есть отвод и осуществив свое теплое дело подогрев цистерны отработавшие газы уходят через верхнюю часть патрубка выпускного в атмосферу верхней части цистерны да ну и тут оля рассекретила конструкцию сразу перед самым началом она это авто цистерна емкость 12 кубов один отсек потом мы залезем наверх покажем вот естественно она оборудована сливными рукавами напорно сливными рукавами и поскольку она утепленная то есть у ней два два сосуда внутренний сосуд из нержавеющей стали а наружный сосуд из обычной обычной стали покрытый лакокрасочным покрытием вот в данном случае заказчиком был согласован голубой цвет то но это как бы стандартный под питьевую воду задней части утепленный отсек в котором у нас находится сливная арматура вот она сливная арматура естественно она вся сделана из нержавеющей стали труба вот она ее видно она выходит из емкости это выхлоп выход отработавших газов то есть остатками своего тепла она греет немного этот отсек и плюс ко всем у нас вот тут-то кронштейне стоит автономный независимый воздушный подогреватель планар теплопроизводительностью 4 киловатта значит с этой стороны у нас насос нцс нцс с гидроприводом от коробки отбора мощности который у нас стоит на коробке передать шасси и гидролиния проходит вот как бы вот гидропривод этого насоса приходит гидромотор крутит гидронасос как раз вот это все тут у нас в утепленном отсеке но обеспечивает возможность вот тут у нас табличка пока который позволяет операции которые возможно при при определенном переключении кранов этого оборудования это автоцистерна то есть перекачан из одной емкости в другую мину и собственность емкость наполнение собственным насосом опорожнение собственным насосом опорожнение самотеком вот такие операции то есть четыре операции возможны путем использования оборудования это автоцистерна значит еще раз говорю внутренний сосуд из нержавеющей стали мы потом его немножко позже покажем соответственно специальный насос подобран арматура вся из нержавеющей стали значит рукава смотрите рукава у нас спрятаны внутри поскольку цистерна она имеет утепление и для того чтобы на рукава при использовании допустим холодно же на улице рукава при перекачивании воды на них в них остается вода условно говоря там чего-то намерзает лед ну и вот чтобы они сохранялись более менее способном рабочем положении мы их прячем сюда вот конечно да 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 то есть все стандартно просто рукав находится внутри как бы в утеплении цистерна чтобы чтобы он не замерзал ну теплый может не теплый но хоть не замерзать чтобы чтобы в летних не образовывался то есть даже если чтобы какая-то вода в них осталось она на сто процентов останется но чтоб водяных пробок не было после использования то что допустим туда внутрь положили но рукав если там какие-то остатки льда там замерзла замерзла это все дело что подтаяло ну как бы чтоб он сохранял свою работоспособность вот условиях низких температур так ну соответственно ящик коммутационный до для управления вот слив наполнение питания он закрыт специальный замочек вот ключ ключик от него висит вот значит система сигнализирует заполнение отсека ну это пульт подогревателя то есть можно включить можно выключить необходимо когда водитель но и подсветка до при включении при открытии крышки включается подсветка в самом ящике так ну помощник в виде газлифта стоит подъем на цистерну в передней части раз уж мы тут про нее все начали рассказы давай наверно поднимемся да покажем для удобства подъем у нас есть лесенка специальным крючком до из нержавеющей стали перегородка с ревизионным люком но вот видно что до люк утеплен вот система безопасности чем у нас тут стоит ну дыхательный клапан это датчик заполнения емкости поручни подъемные на тех воде на питьевой воде же бывает или него никогда не бывают но обычно то на этом же на ты заставим на питьевой не ставим до теоретически то какая раз специальных требований нету то есть если заказчику надо его можно поставить ну как бы при согласовании заказа вроде как вот забрался открыл крышку поднял ходить ну под цистерне точно ходить не надо люк то вот в передней части поэтому ограничились такой конструкции так но говорили дамы что гидрооборудование установлена то есть на шасси на коробке установлен коробка отбора мощности гидронасос который создает давление магистрали и гидромотор крутит у нас насос который перекачивает питьевую воду гидробак под эту конструкцию под под все гидрооборудование вот он стоит на одном кронштейне с держателем запасного колеса ну держатель запасного колеса как у нас традиционно мы его ставим на машины которые эксплуатируются в тяжелых дорожных условиях за кабиной вертикально чтобы не под рамой висел тем более не на заднем свесе потому что это чукотка зачастую машины ездит по колее поэтому лишние вот эти все нависающие элементы конструкции ни к чему шасси производстве века мт тракер полноприводная 3800 миллиметров колесная база полный привод двускат нашу новка 1200 r20 вот они все с одинаковым универсальным резин рисунком протектора по кругу так передний мост и века и раздаточная коробка zf получается раздачная коробка позволяет отключать передний мост кабина без спального места ну соответственно для условий эксплуатации на чукотке то есть стоит предпусковой подогреватель вот от него увиден отвод отработавших газов и с этой стороны у нас отвод отработавших газов от топителя который стоит внутри кабины независимый то есть там стоит либо вебаста либо бирж пехер скорее всего он стоит за сиденьем водителя да вот от него от вот стоит у него тоже камеры заднего вида монитор в кабине до требуем заказчика были чтобы возможность было маневрирование камеры заднего вида вот задний фонари защитой от повреждений но сзади сделано подготовка под буксировку прицепа то есть выводы сделаны воздушные головки стоят но и весь вся электрическая необходимая суда подводка сделано вот упоры противооткатные ящик zip небольшой задней части фанерка красиво подложено это ключик у нас до ключик ящика уплотнения это нет это этот чтобы это же отвод от планара который внутри стоит отработавший газа от независимого отопителя то есть для того чтобы пройти слой утепления его защитили но это какой-то негорючий материал но это электропроводка подведена крылья могучие наши общие металлические над задними мостами система брызга снижения для того чтобы исключить вернее облегчить поскольку это вот самая подвижная часть машины в передней части чтобы трубе дать некая некую возможность перемещения сделано соединение гибким начинаем щуриться опять подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии всего доброго удачи